Всем привет! И в этом видео хочу показать вам свой летний уход за кожей лица. Давайте озвучу свой тип кожи. Кожа у меня сейчас нормальная, но есть два участка, склонные к сухости. Это лоб и подбородок. Давайте начнем с очищения и со средств для снятия макияжа. У меня два средства. Первое это 100 рецептов красоты, линейка Superfood, мицеллярная вода, кокос. Очень приятная, настолько приятная, что это повторная покупка. Одну такую бутылочку я уже использовала, это вторая. Действительно хорошо снимает макияж, но я использую только для лица. Для глаз у меня отдельное средство, чуть позже покажу. А так никаких совершенно нареканий нет. Приятная, я бы сказала, даже нежная, не вызывает никакого раздражения. Но, конечно, мицеллярную воду я потом смываю. Также у меня есть еще одно средство для снятия макияжа. К сожалению, в продаже такой линейки от Ифраше Sensitive Vegetal уже нет. У меня это средство из моих запасов. Это крем для умывания и также его можно использовать для снятия макияжа. Несмотря на то, что уже давно нет в продаже, здесь у меня срок годности хорошие, аж до 2024 года. Но и в пустых банках уже показывать не буду. Зачем показывать то, что купить нельзя? Это средство можно просто нанести как крем на лицо, немного помассировать и смыть. Макияж тоже хорошо смывается. Можно использовать просто для умывания. Можно нанести на ватный диск, снять макияж. В общем-то, тоже приятное, хорошее, очень нежное средство. Это, опять же, для снятия макияжа с лица. А вот макияж с глаз я уже несколько лет сниму одним и тем же средством. Тоже от Ифраше. Линейка с Васильком Био. Это уже обновленный дизайн бутылочки. Мне кажется, само средство осталось точно такое же. Нежное, приятное. Хорошо снимает макияж с глаз. Ну, по крайней мере, обычный, не водостойкий. Водостойким макияжем я не пользуюсь. После того, как я лицо очистила от косметики, я умываюсь. Ну, умываюсь, даже если не было у меня на лице макияжа. Для утреннего умывания я использую вот такой нежный мусс для умывания от Невея. Он подходит для сухой, для чувствительной кожи. Он действительно очень нежный, приятный. Здесь вы видите такая жидкость в бутылочке. Но помпадозатор, она выдает именно мусс. Это для утреннего такого деликатного умывания. Вечером я использую, опять же, от Ифраши, линейка Гидровиджиталь. Очищающий гель для умывания. Он очень приятный. Он такой освежающий. Особенно приятно им пользоваться в теплое время года. При том, что он прекрасно очищает кожу. Даже мою участками, склонную к сухости кожу, он совершенно не подсушивает. И очень жаль, что эту линейку, по-моему, тоже уже вывели, к сожалению. После умывания я обязательно использую тоник. Тоник у меня обычно открыт один. Как-то больше не нужно. Сейчас у меня от Белитэ. Тоник из линейки облепиха и липовый цвет. Успокаивающий. Это также повторная покупка. Я его уже, наверное, раз в третий покупаю. Приятный, нежный тоник с достаточно таким легким ароматом облепихи и липового цвета. Действительно хорошо подошел для моей кожи. Кожа после него такая более увлажненная. Нет какой-то стянутости, сухости. Действительно тонизирует, увлажняет. Очень им довольна. После тоника я стараюсь не забывать наносить вот такой концентрат от Новосвит. Называется он гель лифтинг эффект подтяжки. Вообще производитель на упаковке рекомендовал использовать как самостоятельное средство. Как праймер, например, под макияж. То есть уже не крем, ничего на него наносить не надо. Но мне тогда совершенно от этого средства не хватает увлажнения. Тем более летом я все-таки использую крем с СПФ. Поэтому после тоника я наношу вот этот гель лифтинг. Просто как обычную увлажняющую сыворотку. А затем на него наношу уже свой дневной крем. Кстати, знаете, заметила такую вещь интересную. На какое-то время, на неделю или больше вообще забыла про этот гель лифтинг. И просто сразу после тоника наносила крем. Честно говоря, никакой особой разницы не увидела. И тут все-таки больше уход зависит именно от вашего крема, от его качества. Если крем хороший, знаете, мне кажется, сыворотка под него не нужна. Если крем так себе, сам по себе не очень хорошо работает, то, наверное, надо и сыворотку наносить. Ну, по крайней мере, у меня вот такое впечатление сложилось. И вообще на будущее склоняюсь к тому, что лучше выбирать крем, наверное, получше качеством. Чтобы он для моей кожи идеально подходил. Тогда можно и сывороткой не пользоваться. Для области вокруг глаз я использую уже второй тюбик вот такого крема от бренда Эвелин. С концентратом секрета улитки. Хотя написано, что он интенсивно подтягивающий. Нет, он ничего не подтягивает. Это просто хороший, приятный, увлажняющий крем. Использую его и утром, и вечером. Он достаточно быстро впитывается. Он не имеет никакого запаха. В общем-то, он мне очень нравится. Соответственно, утром в качестве дневного крема я использую крем от корейского бренда Labelage. Он представлен и на Wildberries, и на Ozon. Наверное, еще где-то можно приобрести. Это дневной крем с высоким фактором защиты SPF 50. Почему такой высокий фактор? Хотя я и на море не собираюсь и живу в Москве. У меня такой тип кожи. Кожа у меня очень-очень светлая. Белая зимой, вообще белая. С огромным количеством веснушек. Если я не буду защищать свою кожу в летний период SPF 50, во-первых, у меня кожа может от солнца краснеть. У меня может проявляться аллергия на солнце. И также количество веснушек у меня увеличивается в геометрической прогрессии. Они просто тогда сливаются в одну огромную веснушку. Поэтому SPF 50 для меня просто необходимость. Вечером, соответственно, после того, как я лицо очистила, протерла тоником, я использую чаще всего вот такой увлажняющий крем от финского бренда LV. Мне летом не нужны какие-то жирные питательные кремы. Мне на ночь приятно использовать именно увлажняющий крем. При том, что этот крем достаточно легкий. Он дает просто шикарное увлажнение. Кожа после него... Ну вот я просто чувствую, что она увлажнена. Она в очень хорошем состоянии. В общем-то, моя кожа вот этот бренд LV вообще очень-очень любит. И также ради интереса. Недавно показывала в покупках в Магнит Косметик. Я купила вот такой крем для лица гиалуроновый от бренда Ахрамин. Мне понравилась информация, обещание от производителя, что он увлажняет и питает, выравнивает рельеф кожи, борется с признаками старения, подходит для всех типов кожи. Могу согласиться, наверное, только вот с первым утверждением, что он увлажняет. Крем достаточно легкий, но он дает только минимальное такое, ну знаете, вот совсем-совсем легкое увлажнение. На летний период, ну мне его хоть как-то хватает. В остальное время года, наверное, мне бы, ну просто он показался вообще бесполезным. Честно говоря, не знаю. Наверное, все-таки вот этот крем буду наносить вечером на лицо. А вот этот использовать исключительно для шеи и зоны декольте. Ну все-таки для лица он, ну знаете, ну какой-то вот совсем прям слабенький-прислабенький. И остался, да, вот такой у меня совсем небольшой уход за лицом. Осталось вам показать уход за губами. Иногда использую вот такой скраб от бренда Labella. Достаточно хороший, действительно неплохо, при этом нежно скрабирует губы. И, конечно, использую бальзамы для губ. Я вам покажу свои, так сказать, основные и бесцветные. Есть у меня еще и цветные бальзамы, их не буду в этом видео показывать. Бальзам, который уже не выпускается. Это последний бальзам из моей заначки. И фраше ванильный. Очень жаль, что этой линейки уже нет в продаже. Это самые, ну для меня лучшие, любимые бальзамы. Также есть у меня бальзам вот такой. Вот, Palmers. Заказывала на iHerb с кокосовым маслом. Все в нем хорошо. Единственное, он имеет сладкий, очень сладкий вкус. Я не люблю бальзамы, которые могут оставлять какой-то вкус. Мне это не очень приятно. Но вот такой минус у него есть. Но по действию отличный. И бальзам, от которого я просто в восторге. Я обязательно буду еще заказывать. Буду его повторять. Первый раз я купила от и фраше из линейки Риш Крем. Бальзам для губ восстанавливающий. Он достаточно жирненький. Я его использую как ночной уход, как ночной бальзам. Не знаю, ночную маску для губ. Он не настолько жирный, чтобы на губах это было неприятно. Но просто он чувствуется после нанесения. Зато утром, когда я просыпаюсь, у меня губы в хорошем состоянии. У меня нет желания, знаете, сразу побежать в ванну и намазать какой-нибудь бальзам. Они не сухие, они приятные. Они напитанные. Поэтому, в общем-то, очень мне этот бальзам подошел. Ну, именно в качестве такого ночного ухода. Все. Все вам показала. Ну, вот такой у меня достаточно, я бы сказала, компактный, небольшой уход за кожей лица. Но мне он подходит. Мне нравится. Кожа моя, я считаю, в хорошем сейчас состоянии. Ну, по крайней мере, в неплохом. Поэтому такой уход, ну, может быть, с небольшими изменениями у меня, скорее всего, останется до конца лета. Рассказывайте, что вы используете, что вам нравится. Какие у вас любимчики в уходовой косметике. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю удачи, отличного настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok